Всем трем и доброго времени суток. Это канал Boring Дмитрий или скучный? Скучный я! Да уж, куда же без потягушка. Ну что, продолжаем наш неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры Remnant 2. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение и отдельное огромное спасибо помидорку Вячеславу TheCatExp и NoName, они знают за что. Ссылка на донаты в описании под видео. Так, как видите, с прошлого раза ничего не изменилось, как, в общем-то, я и говорил. Возможности не было ни в кое поиграть вообще. Так что, так что. Давайте, что. Компания-ветеран. Новое приключение. Подожди, что там? Выбор. Ага, все. Истинный король. Пробужденный король. Короткая. Истинный король пробудился и устроил такую резню, что даже у тоскливых берегов Лосома или Лосома, Лосома, всплыли существа из глубин и давно забытые предательства. Короткие приключения содержат уникальный контент, созданный исключительно для конкретного приключения. Каждое короткое приключение может быть создано только раз. При повторном создании одного и того же приключения его контент заодно подбирают случайным образом. Да. Идеальный вариант для первого прохождения. Битва сложнее, враги сильнее и опаснее. Отличный выбор для тех, кто готов к испытанию. Апокалипсис. Удачи. Согласен. Кошмарная. Сложность не прощающая ошибок. Предназначена для тех, кто обзавелся отличным снаряжением, выбрал надежный вариант развития и решил испытать себя на прочность. Но у меня не надежный вариант развития. Нет, давайте ветеран. Не помню, мне тебе нравится. Я же еще качаюсь. У меня же еще классы прокачиваются, так что нафиг, нафиг. Че такое? Ну? Че? Ну, и че? Выбрал. Ну и че? Че тебе надо? А, вот так вот. Не знаю, блин, я не хочу повышать сложность. Не хочу и все. Ну, не хочу. Ну, не хочу. Удачи. Да, уж согласен. Нет, на второй. Не надо выпендриваться, блин. Тем более я все еще прокачиваюсь. Так что, ну его нафиг. Потом можно будет, когда докачаюсь уже до упора, действительно, выберу, так сказать, свой вариант. Там уже можно будет, по перепроходя, добавить. Да, тем более мы здесь первый раз. Вот, кстати, в народе, да, можно будет, кстати, взять сложность повыше. Просто потому, что мы там уже были. Да, кстати, можно будет. Только не апокалипсис. Нет, только не апокалипсис. Нет. No. 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 Кость и лапа. Костя, лапа. Костя, ты лапа. Что-то так быстро я грузилась, хотя, блин, я ведь в первый раз это приключение запускаю, очень неизвестно, сейчас может вообще вылететь к чертой матери. Вообще не удивлюсь. Истинный король, если вдруг кто не в курсе, это тот здоровенный мужик, который мы уже видели, который за залом совета сидит, которому одна из советниц в загривок эту иголку воткнула. Это вот он пробудился. В принципе, дяденька интересный на самом деле. Такой достаточно. Специфический, специфический. Такой мух, муха, уйди, пожалуйста, муха, уйди, 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 не надо лезть мне на коленке. Давай, киши. Эта кошка прям пытается на меня улечься, я не хочу, чтобы он мне укладывался. Понятно, это неудобно. Так, ну чё, пошли. Чё, чё, пафли. Чё тут у нас? Да хызы. Что-то тут у нас. Ну, есть предложение поменять топор на катану. Повесить сюда тоже коррозию. Топор, конечно, хорош, но катану очень великолепно в изничтожении вот всякого разного. А, нейтральный? Интересно. Этого не может быть. Верно? Не знаю. Вот что это значит. Что значит знать? А, простите. Приветствую. Ты тоже знаешь, да? Всё, что мы драны, не осмеливаясь раньше узнать. Возможно, мне много известно. Знания это ужасная ноша. Беспомощная, тяжёлая и ужасная. Мои были скрыты, пока не пришёл король. Без знания, без мудрости, без ношей. Но он сорвал покров. Теперь мы знаем. Мы знаем то, что никак не могли знать. Расскажи, король. Он спустился с неба. Спустился и наполнил наш мир бурями и вихрями знаниями. Его звенями. Они были здесь и раньше, но мы не видели, как они крадутся и прячутся. Теперь мы видим всё. Эти звери ещё здесь? О, да. Они повсюду. Они охотятся и прячутся у всех на ряду. Ты думаешь, что не видишь, а потом увидишь? Если увидишь, то будешь видеть всех. О, но король убивает зверей. Должно быть они его разозлили, но зало опасен. И когда он убьёт всех, когда мы станем его зверями. Чтобы толкать и играть, давить и кромзать. Тебе не нужно делать того, что ты не хочешь? Но мы не можем стать кем-то ещё. Мы те, кто мы есть и теперь я знаю себя. И знать, значит знать. Пока ты знаешь, то не можешь перестать знать. В моей голове полно всего, всего и всякого. Хотел бы, чтобы это было не так. Слишком много и так много, что я ничего не хочу. Мне хочется быть пустым. Так. Эх. Эх. Прости. Но мне нужно идти. Я... Даже я прощаюсь. Что же? Пока. Он жёлтый. Жёлтый это типа нейтральный. Можно атаковать, можно не атаковать. То есть как бы тут такое. Давайте не будем атаковать. Ну а чё? Если можно не атаковать. Давайте не будем. Так. Сударь. Она может раздавить нас жалкими рок мизинцем. Так. Истинный король сковал её. Ужасно жаль, если честно. Да. А кто это там? Эй, минутку, это ж не Моя. Эй, а ты... Эй, не Моя. А ты че там делаешь? Здрасьте, приплыли. Так, ты тоже у нас нейтральный, да? Ладно, хорошо. Попробуем с ними не драться. Ну а че? Почему бы и нет? Ужасно жалить? Она всё интересует. Ой. Воу, 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 воу. Это откуда ж? неинтересно хоть что-то все еще работает так как должно работать по крайней мере наш обряд а этот зеленый давайте поговорим с зеленым может что скажет нет а тут нет нет тут есть проход или все-таки все-таки тут нет прохода можно поговорить с этим чувачком ты кто можешь прекратить на меня наседать я занят я занят да я занят поглощен делами сосредоточен на чем-то другом и что серьезно без этого никак не как хорошо невероятная настойчивость да я хочу поговорить кого ты тут ищешь может своих родных и близких ты вижу ты нет как и ты разве я не идеально на них похожу я думал что меня точно никто не узнает очень проницательно да я себя меня зовут лей поис я писец истинного короля все зовут меня бродяга не хочешь называть свое имя разумно весьма разумно имя нужно беречь особенно когда отдаешь его на милость чужого пера но ради полноты записей я просто обязан знать что привело чужака в пропитанной кровью земли истинного короля я просто осматриваюсь знаешь что истинный король не жалует чужаков я советую тебе держаться как можно дальше от его смердящего трупами замка а еще лучше вернись туда откуда ты родом и меня там откуда я тоже небезопасно досадно у меня есть несколько вопросов если ты не против так и быть о каком короле ты говоришь этим местом правит истинный король с незапамятных времен он приносит порядок в хаос избавляя нас от порока точнее так было прежде пока его не предали и не убили кто был убийцей сильфа по-разному отвечает на этот вопрос другие утверждают что виноват король самозванец фаэрин четвертые предполагают что это козни великой богини не муя но все понимают что это покушение увенчалась успехом благодаря темной магии смерть короля привела катаклизму в результате которого наш мир соединился с миром но сейчас уже не важно на ком лежит вина истинный король вернулся из мира мертвых как ты думаешь кто убил короля уж я точно знаю чьих от рук дело королевский писец должен быть в курсе всего заговор интриги козни но к твоему сожалению все это я унесу с собой в свою одинокую могилу осведомленность поставила меня в затруднительное положение сделала меня практически соучастником и теперь мне не вернуться но уже расскажи я ровным счетом ничего не знаю почему ты думаешь что мне что-то известно я всего лишь ничтожный пустоголовый чем занимается королевский писец почти все время был увековечивал чернилами каждого безопречного слова и не было у владыки более преданного и послушного слуги чем его писец размышления тайны все записывалось для потом кажется это ужасная жизнь у меня вообще-то не было выбора король лично выбирает себе придворных я был очень польщен тронут и глубоко польщен но истинному королю нельзя ответить отказом он велел мне служить я служил безропотно служил некоторые сильфы лучше других справлялись с придворными обязанностями других жены воля порождала обиду но я не был в их числе я разумеется был верным усердным и беспрекословным почему король отвернулся от своих верноподданных король всегда был суров что не мудрено учитывая характера в услуг многие многие сильфы пошли против владыки но теперь когда один из нас все-таки сумел одолеть его он изменился паранойя захватила его с головой и в глазах безумного короля каждый встречный стал виновным возможно когда-то он любил но это осталось итак почему тебе транская одежда истинный король хочет поквитаться с сельфами отступниками которые узурпировали власть он не пытается найти виновника просто казнить всех безразбором он симпатизирует они покорные податливые послушные такие какими нам сельфами никогда не стать вот я и вырядился чтобы выдать себя за ничтожное существо не заслуживающие его испепеляющего взора довольно таки умный ход с моей стороны тебе не удастся вечно прикидываться драмы хотя моя маскировка невероятно искусно это лишь временная мера драны настолько тупы что практически не замечают моего присутствия король другой если я задержусь здесь рано или поздно мне примерно меня расстроили видишь лодку далеко на горизонте как только стихия утихнет я покинул это место вопросов больше нет следующий изготовить ты предлагаешь мне работать с руками как какому-нибудь сброду я королевский писец мастер острова слова и пера я тот кто выкалечивает волю короля я понимаю это превосходно да очевидно тебе ввела в заблуждение моя хитрая маскировка как оказалось у драна который носил все одежда за меня были кое-какие припасы я с радостью подарю в тебе за небольшую чисто условную цену для тебя и чё тут понятно пока возможно 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 тебе тут уже не будет так сейчас топор может и получше но все-таки в плане именно расчистки локаций ничто не сравнился с катаной так что будем пока пользоваться ей ну чё пошли сюда в ввв вот в это место непонятное честно скажу я здесь немножко бегал с друзьями прям совсем чуть-чуть без шуток но не так чтобы си то есть так чтобы прям по всем даже вот это все нет то есть чуть-чуть что-то видел но особо не вчитывался то есть для меня сюжет вот все что здесь происходит какие-то сюжетные моменты это все что называется вновьё поэтому не надо думать что я например что-то знаю так далее до этого я докапывался чисто просто потому что ну ведь он типа он стоит может поговорить но при этом отказывается 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 значит что правильно значит долбать до тех пор Пока либо не сагрится, либо не согласится. Не хочет. Так, вы как, друзья, враги? После такой встречи я должен был... Я должен переключаться на более высокую сложность. Снимаешь, что ли, сошёл, блин? Так как тут хрен пробьёшь из пулемёта максимально прокачиваю. Вообще сложность повышать. Нет уж. Как говорится, мазохизм мазохизмом, но чтоб слово не просто так придумали. Ничего. Тут у нас подъём, наверное. Вот тут то ли всё зачистил, то ли большую часть. Сейчас туда можно попасть. Вау. Так, погодите. Давайте-ка сначала туда сходим, что тут? Какое-то лютое разветвление. Или пошли туда сначала? Да хрен его знает на самом деле. Попробуем сначала туда. Будем защищаться. Да, налетают. Будем, говорит, защищаться. Ладно, хорошо. А, это вот то, что мы видели, да? Э, кто там балуется? Охренели что ли? Хорошие там живых дранов сбрасывать. Не понял. Проклятые сильфы явились не весь откуда начали стерилизировать безжалостные паразиты. Они пожирают нас, будто мы какой-то скот. А что ещё хуже, они сделали что-то с нашим разумом. Я только-только начинаю приходить в себя, но в голове ещё какой-то туман. Их надо остановить. Может, мы будем в безопасности хотя бы здесь, в канализации? Поразиты стерегут выход из канализации. Всех, кто пытается покинуть замок, сбрасывают вниз. Мы стали пленниками. Нам запрещено уходить. Собственно, никто и не собирался, но не очень-то приятно осознавать, что мы в ловушке. Наверняка дальше будет ещё хуже. Трупов становится всё больше. Говорят, это предатели. Их сбрасывают в нашу яму. Войнь стоит неописуемая. 11 новых покойников за сегодня. Я до сих пор слышу их крик, когда закрываю глаза. Сильфы пожирают их. Незаметно, чтобы не расстраивать короля. Он всегда узнаёт об этом и наказывает виновных. Но сколько ещё наших пострадает, прежде чем это закончится? С меня хватит. Я выберусь отсюда, если это будет стоить мне жизни. То есть это стоило ему жизни. Осторожно. Дронопад. Ничего. Как интересно. Как будто туда можно попасть, да? А как он собирался? Площадка тут есть, но как на неё попасть? Вряд ли туда. Сомневаюсь. Там тупик. А, подожди, а вот здесь что? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ага. Ну, видимо, нам туда. А-а-а-а-а-а-а. Хорош! Ну, это, видимо, подъем на самый верх, да? Как-то странно, да? Подземелье и сразу выход из него, условно говоря. Хотя, конечно, приятель довольно неприятный. Так, у нас есть перепрыг вон туда. Непонятно зачем... а, это на лестницу и перепрыг вон туда. Тоже непонятно зачем. Понятно зачем. Ладно, полезли дальше. Пока что нифига не понятно, но такое ощущение, что это какой-то действительно выход нам еще придет. Ну, подожди, а какой выход может быть? То есть даже если мы вернемся, а что? Ну, выйдем, а что? Тут вот можно спрыгнуть зачем-то, да? Зачем-то можно. Охренительная способность. Не угадал. Видимо, не так. А как тогда? Ой, ты я здесь появился, да? Ух, в самом начале, да? Любопытно. Не защитите, чувак. И прости, но не защитите. По крайней мере от меня. Так. Значит, туда надо как-то по-другому, да? Перебираться. Как-то по-другому, но как. Неудобно. Там кристалла не хватает. Телепортационного. Потому что уж очень тут прям такой. Не попадешь. Ну то есть попадешь, конечно. Драны летают. Дранники летают, дранники. Сильфы ждут где-то, тусен, да? Почему у него приоритет атаки? Вот скажите мне. Я атакую и он атакует, но он меня сбивает. Мое атаку своей. Вот почему. Ну, вылазь. А-а-а. ох ты ж пляха муха козёл а что-то мне нехорошо смотри что делает а он меня уронил пассивку мою сожрал а ну да сиреневый это да это я помню сажал мою пассивку гнеденыш да чувствую тут много раз лазить буду пока разберусь в какую сторону надо прыгать так здесь я не прыгнул отсюда мы вряд ли что-то красненькое квак ну чё нет-то а как туда попасть я не понимаю что за бред вообще так не цепляется сякнется бегал вот же вот же зацеп вот же он есть а лёд чего я не вижу куда ну что ты делаешь алё ты чё сломал что опять чё происходит рук отказывается тут залезать нет не убьёшь конечно для того это все прокачивал чтобы у меня тут всякие подзалубные жители убивали чё-то я не понимаю как туда залезть прям вот совсем-совсем могли бы дружить ну по факту да я же чё верхний те же не трогал с нижними дети сами на меня напали а наверху я чугулял общался не пойти на честный бой крыса мой пулемет против твоего копья чё чувак не из-за сад атаковать вообще не прикольно да гниди наш здесь ничего нет там тоже тупик да спускаться смысла нет как залезть на ту сиреневую хрень я просто в упор не езжу дороги то есть единственный вариант отвод вот лезешь здесь здесь и потом как-то перепрыгнуть туда вот но он он она у меня не цепляется может через оттуда но что-то я тоже сомневаюсь он так не научился летать а подожди что-то ничего давайте попробуем еще раз он есть кольцо из гнаника смотри у него не было так увеличит базовое время действия расходов приметов на 50 неплохо даже никого нет так нам приказа никого не выпускать из замка кое-кто из неверных уже пытаясь пытался сбежать но мы остановили их залив их пол и сладкой крови кажется там внизу тоже кто-то прячется интересно кто в туннелях внизу копошатся драны я слышу как они пищат и причитают само собой мы не можем причинить им вреда я не осмелюсь тронуть любимцев короля я буду стоять на страже как и всегда таков мой долг их становится больше я слышу теперь уже целый рой мне нравится наблюдать за ними и стене они не подозревают что я рядом скрываюсь во мраке как легко было бы спуститься и вытащить одного из них из гнезда как бы он корчился и верещал пока я поглощал бы его соки но мне придется сдерживаться я верой и правдой служу королю кое-что снова не дает мне покоя король наказывает предателей а верных награждает но я уже очень давно служу ему верой и правды разве я не заслуживаю похвалы и награды почему бы не избавить его величество от лишних хлопот и не наградить себя самому мудрый и милостивый король американ будет против если я порадую себя небольшим лакомством чувак не знаешь что королей так но похоже что наверх тут не когда то есть этот потолок вот туда можно прыгнуть ай ты чё а чё не прыгнул то да попробуем да порошка почему-то не было обидно уже маловато я сегодня успел вот тут как-то надо очень несколько раз зажать тут нету ничего да по факту ну и все получается либо тут какой-то охренетительный секрет который я в упор не замечаю нет ни хрена на самом деле все это полная хрень то есть только ради колечка мы сюда зашли ну кстати кольцо интересное на самом-то деле такси что хотите сказать так тут так высоко было ну ладно не она больше кто не полезу пойдемте немножко погулять блин но хотя уже будильник прозвенел даче немножко здесь прогуляем сейчас посмотрим вообще чё тут как почему не чужие чужой можно было туда еще разок сходить почистить их еще раз грохнуть там всех нам смысл как будто никого нет да будто бы вот так утаскивают либо нет либо не сейчас все таки я считаю что вот для первого прохождения по картам вот той сложности на которой я сейчас играю это нормально потом уже как бы при повторном перезапуске а повторный перезапуск любом случае будет не связывайся с катононосцем то есть да вот игры для первого такого первой проходки год еще ни хрена не знаешь вполне норм потом при перезапуске да вполне может быть почему бы и нет почему бы не перезапустить на более высокой в общем то так скорее всего и поступим то есть когда уже будет плюс-минус понятно чего тут ждать зачем тут ждать то есть при перезапуске чтобы посмотреть другие так сказать вариации данной локации надо будет запустить следующую сложность какая там след очень третий получается но не последнее единиц идиот и и не 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 ни 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 нидки я боюсь я просто с цу я так здесь чё-то лежит нет раз не я так тут вроде нет ничего 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 да ничего очень даже чего ой дополню вообще не понимаю к какому принципу читаю рюшт так давайте я в тире уже не прости но уже не верю да не забывайте что с вами вихрем не только коррозию накладываю но еще и кровотечение на все эти случаи там у меня колечко которое кровотечение накидывает топор на самом деле идеальный вариант потому что он еще электричество будет бахать то есть но катана дико вздражающие ребята кто их тут придумал блин кто создал тебя такую снизу игр сверху что-нибудь есть вроде бы ничего так ну ка по карте так тут тоже вроде особо без особых изысков какие-то вот эти зеленые ребята избыточно крепкий я бы сказал ну то есть сколько неправда как ощущение какая гадость это извинчить пункту то есть он подыхает и превращается по сути в живую мину это можно развалить здесь меня могут утащить могут не могут ну или не хочет одно кажется другому не мешает вполне вероятно что я все-таки не очень вкусный а на гулян зерка не знаю кто-то но ты мне не нравишь хотя возможно знаю якорь по-моему у нас от такой вот бабы был получен вот этот вот ближний бойный вот этот вот крюк бездны по-моему то такого босса немножко с друзьями я все-таки вот по этим локациям бегал но именно что немножко то есть не так чтобы прям досконально знать где тут чё спасибо конечно только толком из тебя а глиня скажите хотите сказать длинное кольцо только здесь находится на нож у меня давно честно говоря лежит такт открою на то говоря по крайне мере мне казалось что она может и нет можете отчета куда могу ли я что-то путать а легко и напрягаясь так надо перезарядиться кто там не скачете сверкает сверкает у меня за плечами кто контрольная . вот это прекрасно сейчас мы здесь тогда истопорнемся нормально погулялись в принципе локацию плюс-минус зачистили осмотрели наверх сходили записочки какие-то нашли то есть какой-то небольшое понимание врагов получено забытая община о там кто-то любопытно я попал я грохнул эту зеленую тварь прикольно за стенки и туда и дорога так тогда предлагаю здесь стопорница как бы погодить а чё у нас по деньгам 2 384 да а ну это кстати можно будет купить оставшийся материальчик да а что давайте сходим быстренько сейчас блок 13 сходим докупим костюм посмотрим что там куда время нормально не 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 так сильные перри перри играл так сейчас тогда надо к этому гнезду как его там кукурала мамара бабара в общем гнездо а подожди ко мне на туда сейчас не пустит до ах ты елки-палки а я туда сейчас и не могу трепнуться блин так а подожди ко мне вообще-то что-то не прокачано есть я какой-то же качал здесь девайс боится и мне чуть-чуть не хватило да ай да ладно люминитого этого не хватает шанс к чистку вода не тима да 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 вот это я хотел сделать так и кудрявая ты случайно люминитыми кристаллами не барыжешь искаженными подожди ты не барыжешь знаю знаю ладно вы купили все что могли оценковки стоять да хорошо пролезла что купил у меня маловато ладно давайте тогда стопоримся на этом месте и все это сейчас продолжим уже по этой забытой общине путешествовать поговорим с этой мадам кто бы она ни было посмотрим потусим пообщаемся может я даже что-то узнаю пока что честно говоря локация не очень узнал узнаваема то что этот коридор колодец наверх откуда трупы падают я вообще не помню глиняные блин кольцо чисто лучше в другом месте его взял она кажется здесь с кем-то поговорить локация такая здоровая почему знаете многоярусная да прикольно мне нравится мне нравится тут закрыт пока план это мы все будем исследовать в следующий раз а пока что народ всем огромное спасибо за просмотр напоминаю что ссылка на плейлист на дискорд и на донаты все это в описании под видео извиняюсь за свое сопение всех тоже досюда смотрел обнимаю парни хлопают чудес чмоков щечку увидимся в следующей серии remnant 2 не безоговорочная и не фарава к сожалению как то так